Вы ставите ручки на заднюю верхнюю подвздошную ось, два пальчика поставили, и просите человека согнуть одну ножку, вот таким вот образом. Соответственно, на стороне согнутой ноги задняя верхняя подвздошная ось у вас должна опуститься вниз, и должна сформироваться дуга на уровне поясничного отдела. И вы смотрите, где центр этой дуги. Сначала посмотрели, ЗВПО опустилось? Хорошо. То есть это функционально, это правильно, так и должно быть. И дальше второй момент, который мы оцениваем, это где находится центр. Центр вот этой вот дуги на уровне поясничного отдела. Соответственно, этот центр у нас соответствует, как найти уровень позвонка. То есть на уровне... Ножку еще раз. Прямо. На уровне гребни костей какой позвонок находится? Остистый четвертого. Четвертого, да? Соответственно, третий у нас будет чуть выше. То есть, ну вот он, третий, остистый отросток третьего позвонка. Ну, теперь сгибаем ножку. Ну, видите, кривизна где находится? Выше, выше. Чуть выше, да? Значит, есть какое-то ограничение на уровне. Если у нас дуга смещается, эпицентр дуги смещается выше, скорее всего дисфункция идет... Ниже лежащая. ...снизу, да? Нет, восходящая. Восходящая, да? Но в данном случае у нас ЗВПО опустилась вниз. Значит, КПС в данном случае у нас работает более-менее правильно. Значит, но дисфункция какая-то есть. Значит, скорее всего, эта дисфункция будет на уровне L4, L5, 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 L1. Ну, условно, предполагаем. Ну, возможно, там что-то есть. Теперь то же самое. Ножку прямо теперь. Теперь сгибаем также левую. А здесь кривизны вообще практически нету. Видите, позвоночник практически вообще не... То есть компенсации вообще практически нету. Но сустав опустился, да? То есть в данном случае мы, опять же, имеем, скорее всего, дисфункцию. Если посмотреть, где она должна быть. Она должна быть вот здесь, а ее вообще нету. Скорее всего, дисфункция идет тоже снизу. Да, то есть эта дуга, она даже сформироваться снизу не начинает. То есть фиксация на уровне нижней поясничной. Вот, то есть скорее всего... Да, скорее всего здесь есть дисфункция на уровне пояснично-крестцового перехода. Вот, правую ножку. Видите, дуга какая? И левую ножку согнуть. Видите, ее практически нету. Еще раз правую согнуть. Видите, какая здесь дуга хорошая? Всем видно? То есть вот, пожалуйста, да? То есть скорее всего... Причем мы можем найти сторону дисфункции в этом тесте. Скорее всего, дисфункция здесь идет по левой стороне. А спаста по левой стороне. Угу. И скорее всего, эта дисфункция локализуется на уровне L4, L5, L1. То есть не на уровне крестцово-подвздошного сустава. Потому что подвздошные кости, они относительно крестца совершают свою физиологическую ротацию. А вот на уровне поясничного отдела дуга не формируется. То есть есть какая-то осевая дисфункция. То есть поясничный отдел не может скомпенсировать наклон таза. Понятно? Прикладная кинезиология. Медицина будущего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова